Привет, я Влад, и я решил отправиться в путешествие от Москвы до Владивостока на поездах с остановками в некоторых городах. И сейчас я нахожусь в Москве на старте своего путешествия рядом с ТПУ Восточный, откуда отправляется мой первый поезд «Ласточка» по маршруту Москва и Нижний Новгород. Поехали! Первый отрезок пути преодолен. Я в Нижнем Новгороде. 400 километров, между прочим, проехал. Базовая причина сделать первую остановку именно в Нижнем Новгороде – это плановый визит к Ортодонтово. Начинается небольшой дождик, и Нижний Новгород чудесным образом превращается в Болонью с ее длинными галереями. Совет для любителей десертов. На Большой Покровской готовят офигенные профитроли. Пойдемте посмотрим. И шоколадный профитроли. А какие варианты? Один шоколадный и фанильный. Пора покидать Нижний Новгород. Впереди почти 3000 километров до Новосибирска. Надеюсь, что когда-нибудь во всех поездах данных следует. Показать. Третий день в пути. Преодолены. Кировская область. Удмуртия. И сейчас поезд подъезжает к Перми. А ты куда едешь? Я в Новосибирск тоже. Отлично. Значит, нам по пути. А кто это у нас что-то ест? Это дикие путешественники ест пельмени. И как пельмени? Мишлем пока рано давать. Пока подъезжали к Екатеринбургу, сделали в Бургер Кинге предварительный заказ. И у нас будет еда. Спасибо. Еда добыта вперед. Ну, умеем добывать еду к ней. Вот и красавец в Новосибирск. Урал остался позади. И я в Сибири. И меня встречает местная жительница. Местная жительница, как дела в Новосибирске? Все прекрасно, как видишь. Отлично. Станция Сибирска. Платформа слева. На станцию Красный проспект. К поездам Ленинской линии. Это Новосибирск. Впереди депо РШД, а за ним река Оби. Мы на набережной реки Оби. Поверой, речного вокзала. И, Кемель, чем примечательна эта набережная? Блин, сказать даже нечем. Да я сама тут недолго. Парк, развлечение обычное для отдыха и все. Развлекаемся и отдыхаем. Продолжая гастрономическую рубрику в Новосибирске для ланча я выбрал к тесту место. Это заведение, созданное известным ресторатором Яной Фоминой. На центральном рынке Новосибирска была обнаружена прекрасная крыша, где можно почилить со стаканом напитка и с видом на предзакатную пробку. Новосибирск оказался чудным городом с замечательными людьми. А мне пора ехать дальше. Ура! Я в Красноярске. Приняв Красноярский душ и бросив вещи, я сразу отправился в городок Дивно-Отск. Пятиэтажка в первой линии от Енисея. Что может быть лучше? Какое московское жилье с этим сравнится? Дивен Вden Дивен Вилт В Пятиэтажке Мали-Отск И sashирик Горд Мали-Отск В В На Енисеи расположена знаменитая Красноярская ГЭС, и это совсем рядом, надо взглянуть. Это Красноярская ГЭС, одна из самых крупнейших гидроэлектростанций, пожалуй, в мире, да? Седьмое место в мире, второе в России. Вот, седьмое место в мире, второе в России. Высота конструкции 96 метров. Девногорск полностью соответствует своему названию. Такая красотища! Река Енисеи, за ней скалы, горы. Тут же жилые дома, из которых люди 30 метров вышли, и они уже наслаждаются закатом, кормят уток, чаек, пролетают коршуны. Атмосфера невероятная. Рекомендую как-нибудь прогуляться по набережной Девногорска. А для гастрономической рубрики в Красноярске я выбрал местечко под названием Культура. Выбрал по принципу, что рядом и с хорошими отзывами на картах. Берега Енисея навсегда останутся в моем сердце. В Красноярске столько классных мест. Это создается отдел, чтобы возвращаться сюда снова и снова. А мне пора ехать дальше. Спасибо. Только-только проснулся, а за окном такая красота. Это Байкал. Что может быть лучше, чем завтра на колесах с таким потрясающим видом? Я в столице Бурятии. В Улан-Удэ. Путешествуя, я селюсь в самых разных местах. В Нижнем Новгороде я жил в хостеле. В Новосибирске снимал апартаменты. А в Улан-Удэ я поселился в отеле Хуну. И объясню почему. На первом этаже отеля есть ресторан национальной бурятской кухни Тала. И когда я первый раз был в Улан-Удэ, приезжал в Талу поужинать. И это оказалось невероятно крутым гастрономическим опытом. Я никогда не забуду брускетты с кровяной колбасы с кедровыми орешками. Блюда из всевозможных потрошков. В итоге, чтобы быть поближе к вкусной еде, я поселился в Хуну. Я заказал паштет из двух видов печени, говяжьей и конской. Пора пробовать. Паштеты очень мягкая структура. Поджаренные тосты я попросил заменить на обычный хлеб. Потому что за брекетами тосты мне пока не преодолеть. Ну что, пробуем. Офигенский вкусный паштет. Супер. 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 Упадает. Упадает. Что спасло? Пошли. Упадает. Пошли. Упадает. в каждом городе есть свой центральный рынок где можно найти интересные местные продукты надо посмотреть что нам покажет улан-удэнский рынок вот это желательная смола с местных деревьев говорят полезно для и что такое чага а для чего он нужен его едят или заваривают волны оказалось как всегда приятно и вкусно а мне предстоит самый далекий моем путешествии переезд дорога от лан-э до Владивостока занимает двое суток и 14 часов мобильный связь появляется редко есть время почитать подписать открытки друзьям чтобы отправить их на ближайшей станции побыть наедине со своими мыслями и 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 а вы въезжали в этот город где распахнув ночной туман открыв ветрам свои просторы спокойно входят в океан Вот он ведет неторопливо Дымящих труп горластый флот Где гладь Амурского залива Порой вздымает кошелот Вот поднимается по скалам Вот брыжет светом по причалам И так, любуясь, входит в док Романтик мой Владивосток Друзья, я приехал, я в Приморском крае После 13 дней путешествий с остановками в разных крутых городах Я добрался до Владивостока 9 тысяч километров Пойдемте посмотрим, что это за город такой А следующее местечко для покушать называется «Хелси» В районе, где я поселился Позиционирует себя как продукты для ПП Надо посмотреть Выбрал пасту с курицей В состав входит лапша из твердых сортов пшеницы С куриным филе, шампиньонами в грибном соусе на основе кокосового молока И сыра в кавычках «фитнес» Однозначно вкусно В Девногорске меня впечатлили жилые дома Из которых выходишь и сразу видишь реку Енисей А что же видят жители Владивостока, выходя из своих домов? А видят они такую картину Катер стоит на гаражах Дома спускаются вниз по сопкам Кстати, меня причем-то напоминает Японское море Я направляюсь на мыс Тобизино Для этого мне нужно пройти около 5 километров по такой дороге Добрался до мыса Тобизино Сейчас посмотрим, что здесь есть красивого, интересного Добрался до сих пор Добрался до сих пор Добрался до сих пор Добрался до одного из таких мест, которые называют краем земли Тобхалтия Хотел быть транспортом за 9000 километров от любимой Москвы Настоятельно рекомендую путешествовать Это поднимает настроение Это поднимает настроение